Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Новым главой Государственной фискальной службы Украины стал председатель Комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Роман Насиров. По решению правительства его заместителями назначены Константин Лекарчук и Сергей Билан. Новый глава уже заявил, программа реформы налоговой системы должна быть готова до октября. Это необходимо, чтобы бюджет на 2016 год принимали на новой налоговой платформе. По словам Насирова, реформа будет комплексная, поскольку быстро менять налоги нельзя. В свою очередь, министр финансов Наталья Ереська отметила, новая налоговая реформа должна быть прозрачной и дать бизнесу понимание, что администрирование будет проще, давление меньше, а сами налоги станут более понятными и упрощенными. Печерский районный суд Киева на два месяца продлил содержание под стражей народного депутата 7-го созыва и экс-главы фракции партии регионов Александра Ефремова, но позволил внести за него залог. Об этом сообщают СМИ с осылкой на адвоката народного депутата экс-регионала Александра Мельникова. Он сообщил, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в рамках досудебного следствия по событиям 16 января 2014 года, в день принятия так называемых диктаторских законов. Он также отметил, во втором производстве прокурор с подобным ходатайством не обращался. Тем временем российские судебные власти продлили сроки следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко до 13 ноября. Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Николай Полозов. Напомню, ранее Следственный комитет России предъявил Савченко обвинения в окончательной редакции. Ей вменяют пособничество в убийстве и в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконное пересечение российской границы. Все обвинения в свой адрес Савченко отвергает. Ситуация в зоне АТО за минувшие сутки немного стабилизировалась. Боевики сократили количество обстрелов, но продолжают нарушать Минские соглашения. По данным разведки, главари боевиков готовят масштабную провокацию на 9 мая. За данными разведки, ватажки незаконных збройных формувань готуют масштабную кривавую провокацию. А именно, в день победы, 9 травня, боевики имеют намерение расстрелять мирную демонстрацию в Донецке. В этом террористическом акте враг заздалегись виноватить силы антитеррористической операции и использует кровь мирных жителей Донбасса как привод для масштабного наступа на украинские позиции в районе населенных пунктов Широкине, Писке и Станице-Луганске. Неодноразово они демонстрировали свою технику, колонную технику, которую, наконец-то, собираются задеять на военных парадах, как в Луганске, так и в Донецке. Но, насколько мы понимаем, и, выходя из той информации, которую мы получаем, для того, чтобы спровокировать ситуацию и сделать привод для того, чтобы извинять украинские силы и других силовиков украинских, в том, что мы порушиваем Минские угоды, они идут на то, чтобы обстрелять своих же подразделений и взвинуватить всю украинскую сторону. Украинскому спасательному самолету Ил-76 разрешили сесть в Непале. Об этом сообщил руководитель департамента консульской службы Андрей Сибига. Самолет по пути из Непала в Украину сделает техническую остановку в Дели для дозаправки, а также в Баку для отдыха пилотов. А в это время в отдаленные районы Непала начались поставки продуктов питания. Напомню, страна пострадала от разрушительного землетрясения. Люди живут во временных убежищах, которые построили сами. Подробности в следующем материале. Бемала, ее муж и трое детей живут в отдаленном муниципалитете в непальском районе Синхупалчок. Их дом разрушил землетрясение, а вещей почти не осталось. А гуманитарная помощь в этот район стала поступать совсем недавно. Теперь местные жители могут поесть. После землетрясения мы еще не ели. Муж и сын занимались электропроводкой. Дочь была в доме и пыталась убежать, но он обрушился на нее. Она выжила только благодаря тому, что у нее застряла нога, и она оказалась под лестницей. Мы думали, она погибла. Спустя три часа мы услышали ее крики и, наконец, ее достали из-под завалов. Работники Всемирной продовольственной программы доставили сюда рис. Постепенно помощь начинает поступать и в другие отдаленные регионы Непала. Нам нужно гарантировать, что мы продолжим получать необходимые средства, чтобы ни один человек не остался голодным и никто не ушел без необходимой помощи. Ситуацию с доставкой осложняет то, что не хватает воителей грузовиков. Многие из них отправились помогать собственным семьям. На помощь пришла соседняя Индия. Она направила грузовики со своими водителями. Тем временем ЮНИСЕФ подсчитал число пострадавших детей. Их в Непале около 1 миллиона 700 тысяч. Этим детям нужно снова предоставить возможность ходить в школу. И ЮНИСЕФ предоставит им специальные комплекты. Мы предоставим больше больничных палаток, много навесов. Четыре наших грузовых самолета уже прибыли в Катманду. Затем в ближайшие три месяца будем поставлять аптечки и средства гигиены. Международные организации отмечают, действовать нужно быстро, поскольку гуманитарная ситуация в Непале осложнится в июне с приходом сезона дождей. Европейская комиссия для помощи Непалу дополнительно выделила еще 16,5 миллионов евро. Средства должны поступить непальской власти к концу недели. Таким образом, общий объем помощи от стран Евросоюза составит 40 миллионов евро. Уже подтверждена смерть почти 7,5 тысяч человек, почти 15 тысяч ранены. По данным ООН, в целом бедствие затронуло 8 миллионов непальцев. Не менее 2 миллионов будут остро нуждаться в палатках, продуктах питания, чистой воде и медикаментах в ближайшие три месяца. Тихоокеанское побережье Мексики накрыла огромная волна, ее высота 4 метра. Люди из прибрежной зоны перебираются дальше от океана. Стихия разрушила сотни домов, ее жертвами стали по меньшей мере три человека. Больше всего пострадала туристическая отрасль. Пляжи по всему западному побережью похожи на свалки. Вода разрушает отели и рестораны. В штате Геррера власть намерена вести чрезвычайное положение. Греция планирует выплачивать средства по всем своим долговым обязательствам вовремя. При этом Афины надеются, что Евросоюз и Международный валютный фонд возобновят предоставление финансовой помощи как можно скорее. Греческое правительство не может ждать вливания ликвидности до конца мая. Оно ожидает, что ликвидность поступит в греческую экономику как можно скорее. Наша цель – сделать выплаты по всем нашим финансовым обязательствам вовремя. Это то, что наше правительство делает. Но ответственность также лежит и на другой стороне. К 12 мая Афины должны выплатить МВФ 750 миллионов евро. Есть опасения, что без финансовых вливаний страна может не собрать нужную сумму. Власть отмечает, в переговорах с кредиторами был достигнут прогресс, и деньги уже в скором времени поступят в казну. При этом власть говорит о так называемой «красной черте», за которую не собираются заходить в вопросе реформ. Новое греческое правительство объявило – не пойдет на снижение пенсии для населения. Кабинет министров и премьер страны полностью доверяют министру финансов Янису Варуфакису. Тем временем экономики Германии угрожают урон. Страна может потерять 500 миллионов евро из-за шестидневной забастовки железнодорожников. Найти решение в споре между профсоюзом и работодателем потребовала Ангела Меркель. В Германии начинают бастовать машинисты пассажирских поездов. Днем ранее остановилось грузовое железнодорожное сообщение. Стачка продлится до утра 10 мая. Она может нанести серьезный удар по немецкой экономике. Поезда – это важное средство передвижения, главное – логистическая артерия. Один миллион тонн грузов перевозится для компаний или клиентов каждый день. С такой продолжительной забастовкой ущерб быстро возрастет до полумиллиарда евро. Забастовка стала результатом спора между профсоюзом машинистов GDL и руководством компании Deutsche Bahn. Профсоюз требует увеличить зарплату всем работникам на 5% и сократить на час рабочую неделю. Deutsche Bahn согласилась поднять зарплату на 4,7%. Компания предлагает сделать это в два этапа и выплатить работникам премию в размере 1000 евро до 30 июня. Но стороны так и не смогли договориться. Одна из причин в том, что Deutsche Bahn использует тарифную сетку для классификации машинистов. Представители профсоюза говорят, не понимают значения этого термина. По их мнению, он нарушает трудовое законодательство. Эта забастовка нанесёт серьёзный удар не только по Deutsche Bahn, но и по всей экономике. Она также повредит социальному партнёрству. Из-за этой забастовки профсоюз GDL потерял всю свою авторитетность. Своё отношение к забастовке выразила и канцлер Германии Ангела Меркель, хотя обычно она не вмешивается в трудовые споры. Я считаю, что такие удары создают серьёзную нагрузку на многих людей и на многие компании. Поэтому необходимо сделать всё, чтобы найти решение. Выбор в пользу посредничества, возможно, самый практичный путь. Компания Deutsche Bahn также предлагала привлечь к переговорам посредников. Профсоюз GDL пока не соглашается. Промышленность Китая замедлила темпы роста. Индекс деловой активности снизился. Аналитики говорят, это обусловлено снижением спроса на внутреннем рынке. Думаю, что сейчас производственный сектор Китая переживает глубокие изменения. И Китаю, как любой другой экономике и государству в мире, необходимо изменить метод оценки ВВП. Китай превращается в экономику сферы услуг, в экономику знаний. Многие экономисты оптимистично смотрят на развивающуюся сферу услуг в Китае. Но они по-прежнему призывают власть страны оказывать экономике поддержку. За полгода Центробанк КНР дважды снижал процентные ставки и норму обязательного резервирования в стране. Недавно власть Китая пообещала снизить пошлины на импорт и налоги на потребительские товары, чтобы стимулировать спрос среди населения. Эксперты считают, что эти меры могут оказаться недостаточными. В США создали гаджет, который облегчает уход и присмотр за пожилыми людьми. Так датчики помогают определить, как часто они принимают лекарства. Собранная информация отправляется на смартфон родственника. О том, как работает прибор, в следующем материале. Билл и Дороти Дворски берут свои коробки с лекарствами, открывают холодильник, духовку или дверь в ванную комнату. Беспроводные датчики тут же фиксируют движение и отправляют данные на специальное устройство, так называемый концентратор. После этого их действия можно отследить с помощью компьютера или смартфона. Если долгое время не наблюдается движение, родственники получают СМС или электронное письмо с предупреждением. Это позволяет мне понять, нужно ли отправить им помощь или приехать. Нужно ли мне проверить, что происходит. Дороти Дворски носит и часы с кнопкой экстренного вызова. Все эти устройства – часть системы под названием «Ливли», которая пока работает только на территории США. Она помогает пожилым людям жить независимо и оставаться в своём доме без постоянного контроля со стороны родственников. Мы не хотим жить в доме престарелых, потому что мы не чувствуем себя престарелыми. Гаджет «Ливли» продаёт компания, расположенная в Сан-Франциско. Она также взимает ежемесячную плату за пользование онлайн-сервисом, который получает и анализирует данные, а потом отправляет их на компьютеры и телефоны пользователей. Мы просто почувствовали, что есть большая возможность переосмыслить образ жизни для этой категории населения. Подобные устройства тестирует Институт по изучению старения. Цель учёных – понять, как технологии помогают или не помогают пожилым. Это не может заменить простой контакт. Вы не можете технологиями избавить себя от ответственности поужинать с ними или поехать вместе пообедать. Я думаю, датчики имеют большой потенциал в предоставлении пожилым людям возможности жить независимо в своём доме. Но есть некоторые вопросы, которые касаются вторжения в личное пространство. Для семьи Дворски такое вторжение пока приемлемо. Они готовы пожертвовать частью своей приватности ради большей независимости. Восток встретился с Западом на ступенях Института костюма при музее Метрополитен в Нью-Йорке. Там открылась новая выставка «Китай через зеркало». Восточная тема стала основной и в нарядах всех гостей, которые пришли на традиционный бал. В чём прошли звёзды по красной дорожке. Об этом далее. Мероприятие не из обычных. Только вход стоит 25 тысяч долларов. Среди гостей представители из Запада и Востока. Кроме Дженнифер Лопес, Джорджа Клуни и Ким Карадашьян по красной дорожке прошлись и самые известные актёры и актрисы из Китая. Среди них Ли Бин Бин и Гун Ли. Посетила вечеры Лю Вэнь, которую считают первой китайской супермоделью. Я не думаю, что это вечеринка. Главная тема здесь – искусство. Я была здесь уже шесть раз. И каждый раз я почерпнула что-то новое. Потому что каждый раз они представляют что-то новое. В этом году главное внимание уделили Китаю. Мне это особенно приятно. И я наслаждаюсь вечером. Певица Риана, которая в этот вечер развлекала гостей, поднялась по ступенькам музея в наряде, который создал китайский дизайнер Го Пэй. А модель Наоми Кэмпбелл сказала, что этот вечер – возможность повеселиться и встретиться с друзьями. Хочу увидеть выступление Рианы. Не могу дождаться. Ещё хочу со всеми встретиться, увидеть людей, которых давно не видела. На выставке представлены 150 китайских нарядов, костюмов и аксессуаров от 40 дизайнеров. Экспозиция расположилась на двух этажах. Посетители смогут отправиться в путешествие по китайской истории через призму восприятия западных модельеров. Экспозиция будет открыта с 7 мая по 16 августа. В ЮАР появилось новое развлечение – гонки на страусах. Провести досуг таким образом предлагают на одной из страусиных ферм. Владельцы говорят, для птиц это абсолютно безопасно. Ферму создали, чтобы рассказывать людям о страусах и защищать их. Прокатиться на птице можно, если нет дождя и температура воздуха не слишком высокая. Но держаться надо крепко, а страус разгоняется до 70 км в час. Это наибольшая часть натуры, очень контролированный простор. Вы должны весить меньше 70 кг, чтобы проехаться вверх на страусе. Потому что большие люди не смогут его оседлать. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok